Добрый вечер, в эфире новости на Саха 24 в студии Павел Танин. В Якутске начался сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты Владимира Путина. А сейчас доступные пункты сбора подписей открыты в аэропорту Якутске и торговых центрах Туймада, Проспект и Айсберг. Российский центр «Избирком» зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина 28 декабря. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку. Напомним, что выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017. В крайней мере, хоть что-то меняется как-то и внутри страны, и отношения за пределами страны, и как-то лучше вроде жизнь становится. Полностью поддерживаю политику Владимира Владимировича Путина. С удовольствием подпишусь. Я считаю, что на сегодняшний день единственная кандидатура, которая из всех заявленных, это Владимир Владимирович Путин. Изменения мы всегда ждем, конечно, должно быть все к лучшему. Между тем, в минувшие новогодние каникулы в России вступили в силу законы, которые многое изменят в жизни россиян, о главных из них расскажут наши корреспонденты. Перейти на новую систему обращения с отходами и организовать их утилизацию регионам поможет новый закон, вступивший в силу с начала года. Он упрощает организацию раздельного сбора мусора, появляется обязательная процедура согласования с жителями расположения свалок и мусоросжигательных заводов. Для перехода на новую систему обращения с отходами в каждом регионе должен быть выбран региональный оператор. Сейчас с этой задачей справился 21 регион. У остальных есть время до мая 2018 года, чтобы определиться с выбором. Теперь врачи смогут помогать на расстоянии, консультировать по телефону и интернету. Вступил в силу закон о телемедицине. Страховые медицинские компании теперь обязаны присылать людям, которым рекомендуется пройти диспансеризацию, смски, письма по электронной почте с напоминанием, либо звонить им по телефону. А медучреждения так организовать прием людей, чтобы они, придя на диспансеризацию, тратили минимум времени. Особенность новой диспансеризации – более активный онкоскрининг. В России ввели налоговую амнистию для граждан. Признали к безнадежным взысканию имущественные налоги физлиц и пени по ним, которые скопились 1 января 2015 года. Кроме того, власти спишут недоимку по налогам, пени и штрафы у индивидуальных предпринимателей, скопившимся на эту же дату. Ужесточен контроль работы управляющих компаний в многоквартирных домах. Вступившие в силу изменения в жилищный кодекс упрощают отказ жителей от услуг организации, которые занимаются обслуживанием дома. Ранее действовали правила, которые позволяли изъять дом из управления недобросовестной УК в судебном порядке, что занимало много времени. Для неработающих пенсионеров пенсии с 1 января стали больше на 3,7%, социальные – на 4,1%. Важный момент – в этом году проиндексированную пенсию начали платить раньше, а не с 1 февраля. Минимальные размеры оплаты труда подтянули до 9 389 рублей в месяц. Рост составил 21,7%. Повышение минималки коснется, по данным Минтруда России, полутора миллиона человек. Туяра Филиппова, НВК Саха, Якутск. Вместе с тем теперь врачи смогут консультировать по телефону и интернету. В силу вступил закон о телемедицине. А выписка электронных рецептов в некоторых регионах будет доступна уже в этом году. Помогать пациентам онлайн можно будет и в экстренных случаях, и в плановых. С помощью телемедицины начнут проводить консилиумы врачей, консультации, дистанционно наблюдать за здоровьем пациентов. Но не всем медучреждениям и врачам разрешат лечить заочно. Для этого надо получить специальные разрешения. Больницам придется зарегистрироваться в федеральном реестре. Программное обеспечение для диагностики и лечения тоже нужно будет регистрировать. Еще до нового года власти Устнеры отчитались о завершении ремонтных работ на канализационных напорных станциях. Объявленный ранее режим ЧС сняли. Однако разливы канализационных вод продолжаются. Год начался новый, а проблемы остались старые. Подробности далее. Наша съемочная группа в очередной раз проехала по местам разлива канализации и еще раз убедилась, что дела обстоят совсем не так, как рапортует отвечающая за этот объем работы организация. Следует напомнить, что по требованию природоохранной прокуратуры республики еще в ноябре была проведена проверка. Составлено административное вынесено постановление по статье 8.2 на должностное лицо и на юридическое лицо. Пока в данный момент штраф не оплочен. Если в течение двух месяцев штраф не будет оплочен, мы будем административное расследование по статье 20.25. Каждую весну под этим мостом дети играли, мальчишки гоняли шайбу. Сейчас практически все русло ручья наполнено фекальными водами. И маловероятно, что весной кто-то рискнет пройти через этот мост. Здесь же на берегу, как говорят местные жители протоки, находится здание центральной распределительной подстанции. Рассказывает дежурный электромонтер, работающий уже 38 лет, Лидия Иванченко. Это центральная подстанция, которая обслуживает поселок. Приходит 6 тысяч киловольт на этот портал. Вот идет кабелем, заходит все это распредустройство. У нас кабель заходит снизу. Если попадет вода в кабельные каналы, а уже куда подошла вода, вот вода находится, вот наш портал, вот уже вода попала в кабельные каналы. То есть это будет объемная работа. Поселок останется просто без света. Если не будут приняты неотложные меры и не прекратится сброс канализации протоку, вполне вероятна еще одна чрезвычайная ситуация местного значения. Светлана Поцелоева, Артур Старостин, НВК Саха, Аймеконский район. В Якутске стартовала республиканская научная конференция «Шаг в будущее». Полторы тысячи школьников со всей республики защищают свои проекты в 34 секциях. О самых интересных расскажут наши корреспонденты. Здесь представлены работы, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности в условиях Крайнего Севера. Есть и необычные темы. Например, ребята сделали мыло из жира жеребятины и говядины, книгу «Пушные звери Якутии для незрячих детей». Другая школьница год назад начала изучать народный метод лечения из рыбы. Я вообще не знала то, что можно лечиться рыбой. Мы делали опыты, клей делали из осетра, и щуки делали заливное. Можно еще соленой рыбой тоже можно, оказывается, лечиться. При переломах, трещинах, растяжениях тоже можно лечиться клеем осетра. При ангине можно лечиться жельчью рыбы. Одной из массовых профессий будущего специалисты называют оператора дрона. Беспилотники уже широко используются не только для фото- и видеосъемок, наблюдений территории и прочее, но и для доставки грузов. А вот ученик из Нерюнгринского района самостоятельно собирает конструктор беспилотного летательного аппарата. Этот конструктор сделан максимально просто. То есть человек, который не знает, как собирать беспилотники, вначале получает знание теории, просто потом собирает и настраивает его через программу. Причем программа такая, что все сделано визуально, и это максимально упрощенно. Ну, себестоимость этого дрона где-то 10,5 тысяч рублей. То есть, по сравнению с аналогом, это весьма дешево. В этом году юные исследователи защитили свои проекты как на русском, так и на английском языках. Впервые конференция проходит как подготовительный этап к международной интеллектуальной игре. Можно сказать, что охват у нас очень большой. Более 20 тысяч школьников приняли участие на школьном, муниципальном этапах. И те, кто вот здесь добьются успеха, получат право участвовать во всероссийских конкурсах, конференциях. И также будут кандидатами в сборную республики на международные интеллектуальные игры. И в рамках этих интеллектуальных игр будет много мероприятий, связанных именно с исследовательской деятельностью школьников. Это движение охватывает всю республику. А лучшим достижением участников конференции, несомненно, станет воплощение в жизнь их смелых и интересных проектов. Оксана Устинова, Иван Семенов, НВК Саха-Якутск. Другим темам, несомненно, совершить в любое время года путешествия до Аймекона желает каждый. Ведь Аймекон – это самая холодная точка в мире. Тему продолжит моя коллега. Количество туристов из разных стран, прибывающих на полюс холода, ежегодно увеличивается. Это означает, что туризм в нашей республике и в отдельно взятом Аймеконском улусе стремительно развивается. Министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов убежден, говоря о том, что иностранные туристы должны прилететь к нам на самолете, а не ехать долгие часы на машине, теряя тем самым свое драгоценное время. Когда мы говорим про Аймекон, это не только туристы из Российской Федерации, но и иностранные туристы. Как раз, когда я здесь был в марте, здесь были китайцы, французы из Германии. Так что интерес иностранцев здесь есть, но он более-менее соблюден. Но через именно развитие данных объектов, через предпринимателей, мы надеемся, что туризм будет более глобальным здесь, в Аймеконе. Аймекон привлекатели не только своими суровыми климатическими условиями. К нам в летнее время наведываются и велосипедисты, и экстремалы, и мотоциклисты, и члены Русского географического общества России, а также журналисты из известных федеральных и зарубежных телеканалов для съемки документальных фильмов. Наши гости с восхищением отмечают, что народ Саха славится своей красивой национальной одеждой и колоритными украшениями. Туристы из разных стран любуются уникальным творением якутских мастериц. Чудесный образ повелителя холода Ческана приглашает гостей окунуться в сказочный мир льда и трескучих морозов. На самом холодном обитаемом месте планеты расширенные инфраструктуры о развитии современных информационных технологий жизненно необходимы. Отрадно, что недавно в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». В селах Аймеконе и Тамторе свои двери для туристов гостеприимно распахнули два гостевых дома. Ежегодно туристы из разных регионов страны и иголков мира с большим интересом посещают резиденцию властелина холода Ческана. Артур Старостин, Павел Комин, НВК Саха, Аймеконский район. Посетить соседний город, новогодние каникулы всегда интересно. А для нерюнгринцев одним из популярных и доступных мест для отдыха и шопинга остается Благовещенск. Он находится в тысячи километрах от столицы Южной Якутии. Как там провели праздники, расскажут наши корреспонденты. Прямого ЖД сообщения Нерингрин-Благовещенск пока нет. Так что, купив билеты до станции «Свободный» или «Белогорск», предновогодних тарифов это около 2000 рублей за место в пласкартном вагоне. Будьте готовы провести в дороге чуть более 23 часов. Да, и не забудьте, что вагон-ресторан канул в прошлое. На смену ему пришли оборудованные буфеты. Так что о питании следует позаботиться заранее. Традиционным остается чай в фирменном стакане. Друзья, мы прибыли на станцию «Свободный». Теперь нужно быстро перебежать на ту сторону. И наше путешествие продолжится уже на маршрутном такси. Надо быстрее бежать и занимать места. Билет в маршрутном такси выйдет 500 рублей. Но стоит помнить, что в отличие от белогорских такси, «Свободницы» не развозят по адресам, а везут до автовокзала. Дорога займет часа полтора. Огромные снежные ледяные фигуры, горки, каток и развлекательные программы. Вот чем встречает Центральная площадь. Еще совсем недавно приезд в Благовещенск несомненно включал себя и заезд в Китай, соседний город Хайхэ, что на том берегу Амура. Но за последнее время ценовая политика сменила полюса. И теперь за некоторыми товарами уже китайцы едут сюда. Ведь для удобного и приятного шопинга здесь отстроили огромные торгово-развлекательные центры. Сергей Козюра, НВК Саха, Нерингре. К этому часу у нас все. А в 20.44 расскажем о главных событиях уходящего дня. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале.